Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о пивных мифах. Какие-то мы опровернем, а какие-то подтвердим. И в этом мне поможет Ольга и наш пивной эксперт Михаил. Здоровки! Начнем, пожалуй, с самых банальных или самых распространенных, а я даже, знаешь, как сказал бы... Самых популярных. Самых популярных. И, естественно, первый миф, о котором бы хотелось поговорить, это пиво и пивной напиток. Да, миф о том, что это вообще разные вещи. Я выпью, пожалуй, пока вы это говорите. Да, собственно. Давайте пытаемся разобраться в этом. Вообще, само появление этого мифа имеет даже кое-какие исторические предпосылочки. И когда-то, еще в Германии, в 16-м, мать его, веке, когда был придуман закон о чистоте пивоварения. Всем известный, или не всем известный, как Рейнхайнсгебот. Вот. И был он обусловлен вот какой вещью. Фактически просто голодом. Ну, то есть, закон звучал так, что пиво в своем составе должно содержать только солод, хмель и воду. Это как раз то, что относится... А, вот так о чем нужно было сказать. Давайте скажем. Чем отличается-то вообще пивной напиток от пива? По всем этим нашим законодательствам, очень строгим людей, разбирающихся в пиве, пивной напиток от пива отличается тем, что в пиве должны быть только солод, хмель, вода и дрожж. И соя из пивовара, конечно. Безусловно. Так вот, еще в 16 веке в Германии этот закон имел свои предпосылки. Он уже звучал, ну, правда, немножко в таком виде. Там не было дрожжей. И было это обусловлено, чем бы вы думали, просто голодом. Потому что пытались... Вот что сделать. Пытались сделать так, чтобы законодательно пиво не варилось на пшенице. Потому что пока богатые немецкие бароны жировали с пшеничками, просто рядовые граждане Германии не могли поесть хлеба. Да. И вот придумали такую вещь. Но вот что интересно. Это было в 16 веке. А в 19 веке Луи Пастер, наш товарищ, который также... В честь которого названа пастеризация, между прочим, еще... Открыл грибы и в том числе дрожжи. И обнаружилось, что пиво-то бродит не само. А для того, чтобы он бродить, в нем должны быть дрожжи. И как-то неудобно получилось с законом. И туда еще как бы добавили дрожжи. Потому что... Ну, иначе пиво-то и не получится, как выяснилось. Прогресс идет вперед. Можно тебя перебью? Это точно относится к нашему мифу? Да. Да. Это относится к тому, что... Да. Но при этом в какой-нибудь соседней Бельгии люди вертели на... На чем? Ну, было... Были... Было на чем вертели. И прочие штучки, которые мы можем даже находить в наших магазинах. Например, тот же самый Хугарден. Всем известный. Который, увы, по законодательству вынужден называться пивным напитком. Но, знаете, не во всем мире. Очень поразительно. Давай короче, чем конкретно отличается пиво от пивного напитка. Я бы даже, знаешь, я бы еще даже сузил. Вот, к примеру, если я беру банку пива, и на ней написано пивной напиток. Это пиво или это не пиво? Да, оно так и остается пивом. Единственное, что помимо солода, хмеля, дрожжей и воды, в нем может быть еще какой-нибудь ингредиент. Добавление которого никак не отдаляет сам конечный продукт от того, чтобы он называться пивом. Потому что пиво это фактически просто продукт брожения злаковых культур. И все. Давайте подведем итог. Пиво и пивной напиток. Это одно и то же. Да, это одно и то же. Миф разрушен. То есть, давайте, можно немножко, мне кажется, поглубже нужно подвести итог. Получается, пиво от пивного напитка, по сути, ничем не отличается. Но, по факту, это просто нюансы законодательства. И, ну, рецептура. То есть, если что-то добавляется, помимо основных трех ингредиентов, получается. Четырех. Четырех. То это уже будет автоматически пивной напиток. И в крафте, наверное, это большая часть. Я даже больше скажу. Вот это все хваленое всеми нашими дедами пиво из Советского Союза. Вот что характерно. Тогда-то госты были и попроще. Туда можно было добавлять и несолуженку, рис там какой-то, просто там несолуженное зерно. И все это называлось пивом. И это было, по воспоминаниям наших дедов, таким прекрасным напитком. При том, что фактически технология изготовления была менее строгой, чем она. По нынешним меркам это был бы пивной напиток. Ну, по нынешним меркам, да. Ну, я не знаю, можно ли назвать. Это то самое жигулевское, которое... Легендарное, я бы сказал. Легендарное жигулевское, в которое могли помимо солода напихать еще того, что там быть не должно. Ну, туда не пихали ничего, как правило. Жигулевское, даже классическое пиво. Спокойно. Рис какой-нибудь, какой-нибудь несолуженный, ячмень. А было такое? Да, пожалуйста. Просто это даже в ГОСТах прописано. Так, этот миф мы разрушили. Это неправда. Пивной напиток, это не значит, что это не пиво, и что это какая-то дичь. Все, этот миф разрушен. Поехали дальше. Переходим к следующему мифу. Наверное, не менее популярный, наверное, я бы сказал, наверное, самый популярный. То, что пиво делается из порошка. Этот миф, кстати, относится не только к пиву. Быту мнение, что и вино делается из порошка. Ну, что... Продолжай этот раз. Ну, я просто знаю, что это чушь, и что произвести какой-то порошок, из которого потом будет производиться пиво, это будет в тысячу раз дороже и сложнее, чем сварить просто дешевое какое-то простое пиво, в котором не будет ничего. Давай скажу больше. Вообще, в целом, технология изготовления пива у пив-гигантов и у домашних пивоваров в целом одна и та же. Просто гиганты обходятся гораздо больше. Все, что нужно сделать, это получить из соложеного ячменя крахмалы, которые потом в результате ферментации и там варки всего такого превратятся в сахар, который съедет дрожжи. Нету никакой разницы, да. То есть, скажем так, есть некоторый пивной порошок, который называется сухим солдовым экстрактом. Что он под собой подразумевает? Это просто уже сваренное сусло, из которого убрана вода. Но, вопреки как бы вот этому мнению, то есть, если добавить сухой солдовый экстракт просто в воду, пива мы не получим. Мы просто обратно вернем в него воду и начнем процесс там с варки. Вот, ну, то есть, вот и все. Нам также потребуется брожение, дображивание, созревание и прочее. Это бессмысленный процесс. То есть, этим пивным, сухим солдовым экстрактом скорее пользуются домашние пивовары, у которых нету оборудования для затирания солода. То есть, они просто получают уже как бы сусло сваренное, да. То есть, и могут уже из него сделать пиво. Но для... При том, что сам этот сухой солодовый экстракт стоит раз в пять дороже, чем сам солод, и выхлоп от этого больше не становится. То есть, просто даже с точки зрения банальной экономики, никаким пив-гигантам просто банально невыгодно использовать то, что они могут получить на своем оборудовании. Это больше даже актуально для домашников, наоборот, чтобы ему все эти процессы не проходить самостоятельно, он уже просто берет готовый какой-то продукт, разводит его с водой и дальше его доводит до ума. Да, либо сухой солодовый экстракт, либо сусло уже с водой, там его размешать, собственно, до нужной плотности, отварить с хмелем и пройти тот же самый процесс, который проходит любое пиво. Собственно, бражение, дображивание, созревание. В общем, мифе суть в чем, что это какой-то типа некачественный продукт, который делается из порошка. Это чушь, это миф, и он вот таким образом. Да, для качества важны как ингредиенты, так и руки пивовара в первую очередь. То есть, порошковое пиво, это чушь. Это чушь, да. Оно условно может быть, как имеет место быть, тем более в 2023 году немцы придумали какое-то порошковое пиво, кстати, есть даже мини-обзор у меня на него, где добавляешь его в воду, размешиваешь просто, и получается вкус пива. Но опять же, в это пиво для того, чтобы получился алкоголь, его надо либо забродить, либо добавить в него алкоголь. То есть, это то, что условно, как порошковое пиво. То есть, в целом, этот миф разрушен, и порошкового пива не существует. Ну, в его прямом понимании этого мифа. Переходим к следующему. Срок годности пива. Наверное, это мега популярно, особенно живое пиво. Условно, да. Ну что, пиво не может храниться больше 3, 5, 10 дней, не знаю, кто какую цифру знает. Да, да, да. Это исключительно маркетинг. Это прям конкретный маркетинг. Это, кстати, не просто маркетинг. Тут нужно вот с какой вещью разобраться. Во-первых, давайте вот так. Вот пиво пропадает, говорят, да, быстро пропадает. Давайте попробуем разобраться с тем, что вообще является порчей продукта. Я-то довольна? Нет, это не сократил. Это мы просто должны начать с правильной точки. Потому что в пиве на самом деле самое важное – это чистота. Это достаточно именно трудоемкий процесс с точки зрения чистоты. Если, говорит-то, пивовар заявляет о том, что у моего пива срок годности 7 дней, да это, наоборот, говорит о том, что у тебя плохое пиво. Андрей, вот ты мне объясняешь сейчас, в чем суть. Вот давай я попробую объяснить, почему. Ну, давай. То есть, с чем это связано? Давайте просто разберемся вообще с порчей продукта. Каким образом вообще продукт перестает быть свежим? На самом деле, все достаточно просто. В продукт попадают некоторые микроорганизмы, такие как бактерии или грибы. То есть, у нас происходит процесс гниения или процесс того же самого брожения. То есть, у нас хлеб условный, он плесневеет, когда он пропадает, потому что на него попадают фактически микроорганизмы, такие как грибы. Мясо гниет, потому что бактерии начинают съедать белки. То есть, когда микроорганизмы попадают в питательную среду, нет, это очень важно. Душновато. Это очень важно. Когда микроорганизмы попадают в питательную среду, они начинают ее разрушать. Единственное, единственное микроорганизмы, которое есть в пиве, в нормальном пиве, не пропавшем, это дрожжи. Да. И это также продукт брожения. То есть, вот в чем суть-то, что пиво само по себе, как продукт, не является свежим продуктом. Это уже продукт, который прошел ферментацию. И надо сказать, что прежде чем он разольется в банке, или в бутылке, или в кеге, проходит не один день. И проходит порядка месяца для просто банального лагерочка, который продается в магазине. Нет, ну не месяца, неделя, по-моему, в лагере. Я думаю, у него срок взрывания неделя. Нет, это срок брожения, примерно, неделя. А, ты имеешь в виду вообще с самого начала попадания в тару. А после того, как он с танка разольется, проходит около месяца. Вот. И ему ничего не мешает жить, пока какие-то сторонние микроорганизмы, помимо тех дрожжей, которые заложил туда пивовар, в него не попали. Поэтому, если пиво живет 3 дня, значит, на линии розлива в него попала дополнительная жизнь, которая там не должна была находиться. Вот. Я склонна думать, что изначально это был только маркетинг. Нет, вообще не так. Да? А для чего вот эта тема шива? Это живое пиво. Зачем? Нет, ну смотри. То есть, если твое пиво... Смотри, давай вот так. Это, безусловно, маркетинговый ход в том контексте, что если у тебя грязные линии, которые ты не чистишь... Да, это там дело было не в грязной линии, а дело было вообще в том, что преподнести это как вот у нас есть какой-то эксклюзивный продукт, что это вот супер пиво, которое живое, которое вы будете пить прям свежачок. Это только маркетинг. Да, и типа у него срок годности, там, 7 дней, примерно. Он абсолютно не основывается ни на чем. И, по сути, это из-за неграмотности людей, из-за непонимания того, как это работает, незнания и так далее. Этот маркетинг реально работает до сих пор. Люди покупают это чудо живое пиво и считают его каким-то супер качественным, чистым продуктом. Это просто маркетинг. Это закидывается людям в голову, то, что они съедают, как супер свежий продукт. Да, я даже добавлю о том, что вот у тебя испорченный, вот ты как, все то, что ты рассказал, то, что у тебя при процессе пивоварения получилось заразить пиво, и ты понимаешь, что оно у тебя уже испорченное. И тебе для того, чтобы максимально быстро продать, ты создаешься вокруг него ажиотаж. Ребята, только 7 дней, вот все 7 дней пройдет, и вы уже получите плохой продукт. Конечно, никто там не будет мелким шрифтом писать, что у меня немытая грязная система, и через 7 дней просто пиво придется вылить. Ребята, оно уже испорченное, но надо его быстренько выпить. Потому что чем дольше вы будете ждать, тем испорченнее будет. Я, кстати, вот такая аналогия. Может быть, вы знаете, когда что-нибудь там в детстве мама что-нибудь приготовит, и ты возьмешь, и в кастрюлю ложкой поленешь облизанный, и получишь по щам за это, за то, что решил щи из кастрюли поесть. Почему нельзя? Потому что ты изо рта суешь туда то, что начинает этот сам продукт разлагать. Почему нельзя из выпьевки пить молоко? Да. Вот ровно такое же. Вот если ваше пиво пропадает за 7 дней, значит, кто-то, условно говоря, ложкой полазил в эту кастрюлю. Да, просто-просто, ну, это не совсем так. Ваше пиво уже кто-то пиво. Просто-просто сама линия розлива загрязнена таким образом, что да, это пиво действительно живое, в том смысле, что в нем есть жизнь, которая там существовать не должна. Вот это, кстати, прикольно. Есть в нем жизнь, которая не должна в нем существовать. Ну, по сути, получается, если этот миф, он даже не разрушен, а это, наоборот, как то, что пиво живое, это, наоборот, плохо. Это все равно миф, в любом случае. А, вот еще какая мысль пришла мне в голову. Знаете, что смотрите, есть продукты, например, все мы там знаем какие-нибудь дорогие, качественные сыры, которые с момента их изготовления до дозревания и до того, как они попадают на стол, проходит порядка двух лет. Какой-нибудь хамон, просто нога свиньи, которая лежит. Она тоже может, там, хороший хамон, может тоже там два-два с половиной года лежать. Потому что это не является свежим продуктом. То есть он, это вот пиво, это продукт ферментации, сыр также продукт ферментации, как вы понимаете. К сырам ни у кого нет вопросов. Так, ладно, квашеная капуста, бабушкины какие-нибудь помидорчики в банке, спокойненько себе. Вот вы положите помидор на стол, ваш помидор сгниет там через месяц. Но бабушкины помидоры могут не одну зиму вообще прожить и как бы порадовать вас застольем. Так, миг тогда разрушенный? Да, да, конечно разрушенный. Это все неправда. Да, если производитель утверждает, что его пиво хранится три дня, и оно умрет через три дня, значит там что-то жило. Да, если производитель заявляет, что у него пиво живое, значит у него жизнь в системе какая-то лишняя. Значит у него пиве есть другая жизнь. Да, и такого быть не должно. В этом плане вам стоит остерегаться этого пива, а наоборот не поддаваться на это. Вот, значит миф разрушен. И вследствие этого давайте двигаться дальше по поводу консервантов. Да, это вот как раз вытекающий момент. Вытекающий, да, из этого. Что как раз что, якобы хорошее пиво хранится три дня, а если ваше пиво там хранится полгода, год и там какой-то другой срок, то в него добавляют консерванты. И вот что стоит сказать. Знаете, в пиве действительно есть консерванты. Консерванты живое от природы. Да, но вот что я скажу. Нету пива, в котором нет консервантов. И какие консерванты, собственно, есть в пиве? Это хмель, наверное. Если мы вернемся к первому нашему мифу и разберемся о том, что там есть вода, солод, дрожжи и хмель. А что, даже соль является консервантом? Нет, как раз, но в пиве соль не добавляется. Но в пиве соль не добавляется, да? Нет, я имею в виду что-то. Я имею в виду то, что в плане, что хмель и есть консервант. Не сам хмель, но альфа-кислота, которая является консервантами. Ну, да, условно, да. И является консервантами, да. И плюс есть еще несколько консервантов. Это спирт и углекислый газ. Все это является консервантами. Но дело в том, что оно появляется в пиве вообще в процессе его производства. И если в пиве нет хмеля, углекислого газа и спирта, то, извините, у вас не пиво в стакане. Ну, можно пойти от обратного. Можно пастеризовать. Пастеризованное пиво, опять же. Нет, пастеризация вообще не является... Но это тоже консервация. Нет, смотри. Что такое пастеризация? Пастеризация... Пастеризация это быстрый нагрев и быстрое охлаждение. Для того, чтобы убить то, что там, возможно, могло оказаться. Не только, ну, и там, и дрожжи, да. Дрожжи, но скорее дикие дрожжи, да. То есть это не консервант пастеризации. Пастеризация это способ сохранить напиток, ну, вообще продукт, просто вот таким путем. Ну, да, это у тебя сработает здесь и сейчас, но это не гарантирует тебе того, что это пиво не испортится в дальнейшем. Это не является консервантом. Ну, а ты к хранению относишься... Ну, пастеризация это процесс. Это не вещество какое-то. Это просто быстрый нагрев и быстрое охлаждение. Ну, я говорю, то есть, по сути, если опять вернуться к самому мифу, то есть консерванты, да, консерванты там есть, но консерванты при этом присутствуют в любом пиве. Да, да, просто естественные консерванты, которые появляются в результате брожения и вообще изготовления самого напитка. Какой-то химический какой-то продукт, который, ну, это не что-то вредное и опасное для человека. Опять маркетинг, да? То есть это чтобы отвернуть человека, сказать, да в нем консерванты это плохое, да, не пей его условно, да, а по сути консерванты... Это, опять же, рассчитано на не сильно цветущих людей. Вот. Тоже, получается, ну, миф подтвержден, да, то есть консерванты есть. То есть это же правильно, да? Ну, это 50 на 50. Получается, что само заявление, да, о том, что в пиве есть консерванты, да, они в нем есть, но при этом в них нет ничего плохого. Да, скорее вот так, что, типа, живое пиво хранится мало, а магазинное долго, потому что в нем есть консерванты, этот миф не верил. Потому что консерванты есть в любом пиве, потому что так уж это устроено, вообще самое пиво само по себе так устроено. Да. А если дальше двигаться по поводу пастеризации, которая также следует увеличить срок хранения пива, то есть вот эта сама пастеризация, этот резкий нагрев и охлаждение, они влияют именно на вкус и на ароматику самого пива, так как они убивают дрожжи, и пиво становится, остается условно в своем же там изначальном состоянии, но при этом и как приятные тоже вещи уменьшаются. То есть у него ароматика уменьшается, и вкус уменьшается. Ну, у тебя еще от нагрева альфа-кислоты, которые в хмельце... Ну, да, я имею в виду то, что распадается. Так что миф такой, 50 на 50 получается, да? Но это все равно различание, можно сказать. Да. Двигаемся дальше. Следующий миф, то что у нас есть крепкое пиво, и часто есть такое заблуждение, а я уже ответил, что заблуждение, да? Есть крепкое пиво, и часто говорят о том, что в крепкое пиво добавляют алкоголь. То есть миф заключается в том, что в крепкое пиво добавляют алкоголь. Типа спирт какой-то. Ну, или спирт, ну, а, да, ну, или спирт, да, ну, не суть. Если говорить об этом, как вообще, в принципе, появляется алкоголь в пиве? То есть это процесс, опять, возвращаясь к нашему самому началу, то, что пиво состоит из воды, дрожжей, хмели и солода, и дрожжей. А, я все сказал, да? Суть в чем, то, что дрожжи кушают солод, там сахара, и за счет этого у них появляется алкоголь. Ну, давай вот так, что... Букают газиками, а как... Дрожжи, да, дрожжи, это одноклеточные грибы, просто мембраночка, которая ест моносахара, которые добываются из крахмалов, которые содержатся в солоду, скажем так. И продуктом жизнедеятельности дрожжей в процессе поедания этих сахаров является, фактически, спирт, который делает пиво алкогольным, и углекислый газ, который делает пиво газированным. Какой спирт? Еще, еще, там какие-то эфирчики выделяются, но это не так принципиально. Скажем так, вот это два основных элемента. И вот что характерно. Спирт в пиве появляется сам по себе. Но, чтобы добавить спирт отдельно какой-то в пиво, нужно же его каким-то образом получить. И знаете, каким образом он получается? Ровно таким же. Сначала у нас что-то бродит, но потом, там, в процессе ректификации, который еще одна дополнительная технологическая процедура, спирт возгоняется, и получаем мы чистый спирт, который мы зачем-то обратно добавляем в пиво, в котором он и так может появиться сам по себе. Да нет, там же суть мифа заключается о том, что берут обычный, там, условно, лагер, но обычное пиво и добавляют туда спирт. Если с точки зрения экономики, посчитайте, то взять, добавить спирт в пиво, чтобы сделать его крепче, это намного дороже, чем взять больше солода и дрожжей, и, ну, перебродить пиво, чтобы оно пришло... Это просто дополнительная технологическая процедура. Мы и так получаем какое-то сброженное сырье, из которого должны достать спирт, и потом долить его в другое сброженное сырье зачем-то, хотя этот спирт и так там образуется. В целом, дрожжи при необходимости могут сбродить, там, пивное сусло градусов до 15, при том, что есть технологии, которые позволяют вообще другим образом поступать, которые позволяют не добавлять спирт, в случае, если дрожжи уже не могут выбрать его так сильно, а просто избавить напиток от лишней воды. Да, есть я недавно снимал тоже небольшой рилс по поводу самого крепкого пива. Это 67 градусов пиво. А, я сейчас сказал. Ну, шорс рилс, да. Короткий ролик. То, что пиво крепко 67 градусов, и оно именно к этому градусу пришло самостоятельно, то есть туда никто не добавлял спирт, алкоголь, для того, чтобы он остался. Нет, не так, если мы про Snake Venom говорим. Да. Нет, в Snake Venom как раз добавлялся. Вот как раз там была гонка двух пивоварен, это же как раз между собой Брюдок и немецкая, блин, постоянно забывая с этим бесконечным названием. Ну, Брюдока меньше, по-моему. Да, они там, они закончили, Брюдок закончил соревнование на The End of History, по-моему. Они там, короче, вот Брюдок, я помню, у них там был тактический ядерный пингвин, потом Sing the Bismarck, это вот типа потопи бисмарка, и, по-моему, вот последнее, на чем они закончили, это The End of History, как раз там было что-то градусов 57. Snake Venom сделали, да, крепче, там, в 67,5, по-моему, насколько я помню, градусов, но в него как раз, то есть есть какая технология? В целом есть технология вымораживания, давайте так скажем, то есть что происходит? Замораживается напиток, и первое, что кристаллизуется, это вода в нем, то есть воду можно убрать, и у нас получается как бы более концентрированное, сам напиток были концентрированы, спирт замораживается при гораздо меньшей температуре, вот это все, и типа несколько повторений таких процедур, в целом позволяют, как бы из бочки, там, получить условный литр пива, в котором, как бы, очень много спирта, и очень вот это плотное, вот это тело пивное. Со Snake Venom, ну, уже не справились, уже так нельзя выморозить его настолько, чтобы туда чего-то накапали, но сами признались, сами сказали, как бы не скрывали. Ладно. Ладно, по сути, миф тоже разрушен, крепкое пиво, никто не добавляет спирт, потому что это невыгодно, потому что это неселесообразно, и это полная фигня. Да, 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 да Продолжение следует...